МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Тадж-Махал под угрозой затопления. Муссонные дожди в Индии вызвали масштабные наводнения. Жертвами стихии уже стали не менее 60 человек. Еще десятки пострадали. Больше всего от наводнений пострадал город Агр, где находится Тадж-Махал. СМИ сообщают, что проливные дожди повредили стену исторического мавзолея. К счастью, крепость 17 века осталась целой. Кроме того, затоплены сотни домов, размыты дороги, повреждены линии электропередачи. С перебоями работают поезда. Некоторые селения отрезаны от городов. Ожидается, что осадки продолжатся еще несколько дней, но уже с меньшей интенсивностью. На густонаселенном острове Ламбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Погибли по меньшей мере 10 человек. Десятки пострадали. Также сообщается о многочисленных разрушениях. Подземные толчки были зафиксированы в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,5 километров. За основными толчками последовали как минимум 11 авторшоков магнитудой 5,4. Отмечу, Индонезия расположена в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь от 6 до 7 тысяч землетрясений. В Калифорнии из-за лесных пожаров введен режим ЧАЭС. Жертвами огненной стихии стали уже 5 человек, в том числе дети и пожарные. Еще 17 числятся пропавшими без вести. Кроме того, пламя уничтожило 500 зданий. Под угрозой еще 5 тысяч жилых строений. Из огруга Ша-100, расположенного на севере штата, эвакуированы порядка 40 тысяч местных жителей. Площадь возгорания возросла до 20 тысяч гектаров. С огнем борются порядка 3,5 тысяч пожарных. Также в операциях по тушению задействованы 17 вертолетов. Однако локализовать удалось лишь 5 процентов возгораний. По словам представителей пожарной службы, ситуацию усугубляет жаркая и сухая погода, которая по прогнозу продлится всю следующую неделю. Президент страны Дональд Трамп распорядился предоставить штату федеральную поддержку. Отмечу, на сегодняшний день в США бушуют 89 крупных лесных пожаров. Отмечу, по степени опасности и по масштабам ущерба это худший сезон за последние 10 лет, говорят эксперты. Преступники не получат защиты в Италии. За нарушение закона мигрантам будет отказано в статусе беженцев. Министр внутренних дел страны Матео Сальвини готовит новый указ о безопасности, который должен ужесточить процедуру рассмотрения прошений. Кроме того, с выходом указа он намерен депортировать из Италии всех заключенных иностранцев. По мнению Сальвини, их содержание в итальянских тюрьмах обходится государством слишком дорого. Сегодня иностранцев среди заключенных насчитывается около 20 тысяч. Это треть от общего их числа. Соглашение о возвращении преступников на родину Италия уже заключила с Румынией, Албанией, Тунисом и Нигерии. Указ о безопасности, над которым работают пять министерств, должен быть завершён в течение месяца. Если говорить о выходцах из Северной и Центральной Африки, попадая в криминальный мир, они часто занимаются трафиком людей и наркотиков. В Риме и в Турине, например, существуют кварталы, которые полностью контролируются этими преступными организациями. И о событиях в стране. В Приорале изменят границы 146 населённых пунктов с высоким потенциалом развития. Документ сейчас на стадии утверждения. Пересмотр территории вызван высоким спросом населения на земельные участки и дополнительные пастбища для скота. В соответствии с земельной реформой, полную инвентаризацию в регионе прошли сенокосные поля, пастбища и посевные площади. В итоге выявлены расхождения с показателями базы органов юстиции. 80% из них уже исправлены. Оказалось, что 136 тысяч гектаров земель не используются. В собственность государства вернули около 24 тысяч гектаров. Оставшиеся земли собственники обязались использовать по целевым назначениям. Кроме этого, в области идёт инвентаризация промышленных и особо охраняемых территорий. А в следующем году начнётся работа по уточнению параметров участков, принадлежащих лесному и водному фонду. В текущем году больше 80 тысяч гектаров земель через аукционы распределят среди фермеров, проживающих в аулах. В 2017 году заново утверждены границы 29 населённых пунктов. В текущем году ведутся работы по территориям 41 посёлка. На эти цели из районных бюджетов выделено 38 миллионов тенге. В следующем году мы планируем утвердить границы ещё 76 аулов. Для этого требуется 85 миллионов тенге. Хотя дорожная карта была утверждена в прошлом году, но до этого в период с 2011 по 2016 годы, после пересмотра границ областного и районных центров, были изменены и утверждены границы 42 населённых пунктов. С момента получения статуса областного центра, сельское хозяйство, предпринимательство, промышленность и туризм Туркестана развиваются высокими темпами. Местные бизнесмены производят 30% всей продукции региона. На территории города расположено 8 рынков, которые славятся разнообразием товаров и доступностью цен. Николай Путилин расскажет подробнее. Нынешний Туркестан – это не только знаменитый на весь мир мавзолей Кужа Ахмеда Ясави. Сегодня это промышленный и логистический центр Туркестанской области. Десятки предприятий с мегамиллионными оборотами продукции работают на местной индустриальной зоне. Одно из таких предприятий известно всему Казахстану. Туркестанская мебельная фабрика ежегодно выпускает до 35 тысяч комплектов спальных и кухонных гарнитуров. Сырьё мы покупаем в России, фурнитуру привозим контейнерами из Китая, поэтому наша продукция недорогая и качественная. Но мы можем делать ещё дешевле. Для этого планируем сами производить сырьё. Наши товары имеют спрос по всему Казахстану. Понемногу начинаем экспорт в Россию. Помимо этой фабрики на территории местной индустриальной зоны находятся ещё 15 предприятий. В их числе и иностранные инвестиционные проекты. Всего же за прошлый год предприниматели Туркестана произвели продукцию на 104 миллиарда тенге. Такие показатели заставили задуматься руководство города об увеличении площади индустриальной зоны до 300 гектаров. Я думаю, что через пару лет на 40 гектарах, которые мы выделили под индустриальную зону, не останется места. Необходимо расширение, ведь в Туркестане функционирует 13 тысяч субъектов МСБ. Более 5 тысяч предпринимателей у нас работают в городе, продают свои товары. Большое количество бизнесменов заняты в сфере сельского хозяйства. Так как наш город является духовным центром страны, много предпринимателей занимаются прикладным искусством и рукоделием. Их продукция востребована среди туристов. Один из таких предпринимателей – Абдуманаб Зупаров. На протяжении многих поколений мужская половина семейства Зупаровых занимается производством казахских национальных колыбелей бисек. В неделю мужчина высекает из брусков древесины 5-6 кроваток и реализует их на местном рынке. Этим делом занимался мой отец, дед и прадед. Уже 7 поколений наша семья производит колыбели. Я собираю каркас, жена раскрашивает, делает узоры и обшивает колыбель. Сейчас я обучаю своих сыновей. В будущем планирую набирать учеников и открыть большой цех. Всё это, конечно же, не без помощи государства. За несколько лет руководство Туркестана планирует расширить ассортимент производства, построить десятки заводов и фабрик, увеличить площадь поливных земель и систематизировать поддержку мелких предпринимателей. Реализация продукции не проблема, уверяют в местной администрации. Логистику и перевозку полученной продукции обеспечат местная железная дорога и современный аналог Великого Шелкового пути – транснациональный транспортный коридор Западной Европы, Западный Китай. Николай Путилин, Ербулат Абишев, Нурмахамбек, Муратов, Туркестанская область, Хабар, 24. За 670 миллионов бюджетных тенге отремонтируют школы и дошкольные учреждения Западно-Казахстанской области. В прошлом году в регионе привели в порядок 17 объектов образования. В этом году запланирована капитальная реконструкция еще трех. Всего в День знаний своей двери для учеников распахнут 380 школ области. Одна из них – 19-я в Уральске, рассчитанная на 1100 учеников. За полвека со дня постройки капремонт здесь проводят впервые. Будет обновленный мини-центр при учебном заведении. Рабочие полностью заменят все инженерные сети, построят новый актовый зал. Окна пластиковые, двери меняют, отопление, сантехнику полностью идет полуэкспитальный ремонт. Строг сдачи где-то по КАСКО 9 сентября должны сдать они по договору, но, наверное, сдадут первое число. По области будут сданы 6 объектов образования. Из них три общеобразовательные школы, одна музыкальная школа, один пришкольный интернат и один детский сад. В данное время по всех школах области проведен текущий ремонт и за счет средств местных ведется капитальный ремонт трех объектов образования. Это две школы и один детский сад. В новом учебном году в одной из сельских школ Костанайской области начнут работать виртуальный музей. Архивный фонд электронного паноптикума пополняют ежедневно. Через процедуру оцифровки проводят все документы и экспонаты, которые так или иначе связаны с историей Федоровского района. Отмечу, сельский виртуальный музей будет доступен всем пользователям интернета. У нас в планах еще, это уже идея возникла в процессе работы, каждому экспонату, который находится у нас в музее, будет присвоен свой QR-код. В результате при наведении мобильного телефона на данный экспонат будет выводиться полная информация по тому или иному экспонату. 12 тысяч человек обучат базовым навыкам цифровой грамотности в Алматинской области. В проекте задействовано 20 школ и около 40 преподавателей. На сегодня курсы прошли уже больше 7800 слушателей. Гульнар Жантасова подробнее. 1, 2, 3, 4. Войти. Проверяем все свои данные. Для жительницы города Текили Марины Банерской курсы цифровой грамотности стали настоящей находкой. Молодая женщина сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Чтобы оформить какие-либо документы или провести оплату, нет возможности надолго отлучаться из дома. Решила пройти обучение. Шла на курсы цифровой грамотности для того, чтобы научиться самостоятельно дома вытаскивать справки. Получать очередь на ребенка в садике. Посмотреть очередь на квартиру. Чтобы встать к врачу на прием. Такие бесплатные курсы сейчас организованы во всех районах и городах области. Учебная программа проводится по четырем направлениям. Базовые цифровые навыки, электронные государственные услуги, открытое правительство, электронная торговля. Причем с учетом информационной компетенции слушателей в работе с компьютером или мобильными устройствами. Охват населения ведется по специально разработанной региональной дорожной карте. В первое время цифровые курсы не пользовались такой большой популярностью. Но благодаря усиленной пиар-компании можно отметить, что уровень заинтересованности населения возрос. Значит, возрастные категории, которые посещают курсы, у нас от 8 до 80 лет. И можно отметить, что приходят не только как, можно сказать, продвинутая молодежь. У нас большое количество и безработных, и пенсионеров. В целом планируется обучить 12 тысяч человек. Сейчас курсы повышения цифровой грамотности прошли уже около 8 тысяч слушателей. Обучение завершится уже к первому сентября. Ну а заинтересованность населения в них дает повод к тому, чтобы организовать их снова. Говорят в Центре информационных технологий области. Гульнар Жантасова, Ожас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Богатый потенциал Баянаульского района Павлодарской области открыл широкие возможности для развития лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического туризма в регионе. Так, целый ряд природных и культурно-исторических достопримечательностей вошел в Баянаульскую курортную зону. Она вместе с 9 другими турцентрами страны включена в состав туристической карты республики. Отдыхающие отмечают особую красоту гор и озер Баянаула. В последние годы здесь активно развивается экологический, познавательный и спортивный туризм. Разработано около 20 маршрутов по территории национального парка. Очень нравится. Когда здесь проводишь отдых, зимой не болеешь. Все мы пожилые люди. Проводим лечение заболеваний суставов, артроза, остеартроза. Горнолыжный комплекс Мрза-Шокка привлекает туристов в зимнее время. Здесь на средствах предпринимателей на высоте 800 метров над уровнем моря строят канатную дорогу. Выделено 300 миллионов тенге. Уже завершено 70% работ. По оценкам специалистов, уникальный комплекс за сезон обслужит около 50 тысяч человек. Ведется строительство пунктов проката лыж, медицинского обслуживания и столовой. На эти работы из областного бюджета выделено более 28 миллионов тенге. Недалек тот день, когда в Баянаул можно будет прилететь на самолете. Благодаря госсубсидиям в направлении курортной зоны станут курсировать рейсы из Павлодара, Алматы, Астаны и Караганды. Стоимость проекта – 240 миллионов тенге. Раньше здесь была 700-метровая грунтовая полоса. Сюда прилетали кукурузники с аэн-авиацией и для нужд народного хозяйства. Сейчас строится аэропорт и взлетно-посадочная полоса длиной 1200 и шириной в 21 метр. Кроме Баянаула, списки туристских зон, развивающихся при поддержке государства – Алаколь, горный кластер Алматы, Боровое, Мангистауский рекреационный комплекс, Древний Туркестан, историко-культурный комплекс Улутау, Чарынский каньон и озеро Балхаш. Цель – соответствие курортных зон международным стандартам. Алибек Большуленов, Ахмарал Исимханова, Марат Игликов, Самат Успанов, Павлодарская область, Хабар-24. И на этом все. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих информационных выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!